Его цель сохранить вещи из прошлого как часть русской культуры. Житель Владимира Александр Даркунов вот уже много лет дает вторую жизнь предметам, которые люди сдают в металлолом. Его гордость коллекция самоваров, их у него не одна сотня. О том, как русский самовар стал смыслом жизни целой семьи, Наталья Забнина. Он знает, чего хочет от жизни. Александр Даркунов по жизни успешный бизнесмен по призванию хранитель истории. Его офис настоящая антикварная лавка. Тут и огромные скульптурные композиции из металла, а в кабинете коллекция русских самоваров. Малая ее часть. Для Саши это очень дорогая тема. Все началось 21 год назад. Тогда в семье Даркуновых появился первый самовар. Отец нашего героя, его тоже зовут Александр, в свое время устроился на работу фирму, которая занималась скупкой цветного металла. Позже она развалилась, на ее базе было создано новое предприятие. Но профиль остался прежним. Чего только не сдавали на свалку, в том числе и предметы русской культуры. Даркунов старший такие вещи под пресс не пускал. Наш герой помнит, как отец принес в дом первый самовар. Первый самовар он отполировал и принес мне домой. Я увидел, ахнул, он у меня до сих пор стоит в моей детской комнате. Саша постоянно поправляет. Я не коллекционер. Я сохраняю вещи из прошлого, как часть русской культуры. Самовар и не хобби и не привычка. Он называет свою деятельность не иначе, как долг. Ему не раз предлагали коллекцию выкупить. Саша всегда отказывает. Другое дело самовар подарить. И не абы кому, только своим хорошим друзьям и знакомым, чтобы вещь жила и дальше и несла традиции в семью. Сколько сил и труда вкладывает Саша Даркунов в восстановление самоваров, известно только ему. Ведь чтобы отполировать хотя бы один, надо от 10 до 20 тысяч рублей. Самое интересное из моих самоваров, наверное, что чем меньше самовар, тем дороже он. Всего в коллекции Даркуновых не одна сотня русских чайных машин. Работать с самоварами Саша доверяет только суздальским реставраторам. Их медно-никелевое покрытие всегда приходится снимать. Восстановить его невероятно дорогое удовольствие, говорит Саша. Полируют самовары тканью. Чтобы привести в порядок экспонат, в среднем требуется неделя. А за этим столом сокровища. Здесь предметы кухни, чайники, даже ступки. Есть версия, что большая из какого-нибудь театра. Также здесь экраны от бочек, умывальники. В руках у Саши антикварная ручка с клеймом. И все это лежит на настоящем трактирном подносе. И у каждой вещи своя. Зачастую печальная история. Есть вообще безумные примеры. Например, вот есть примеры с самоварами. То есть вот он красивый, стоит, с медалями, с клеймами. Он не влезет в сумку, в портфель. Так человек что делает? Он берет молоток, мнет его до тех пор, пока он не влезет в сумку и несет. То есть вместо денег, конечно, этому человеку хочется дать что-то другое. Вот. Слезы наворачиваются. Слезы наворачиваются еще от одной истории. Вот эту вещь на свалку сдали всего за тысячу рублей. Еще один у нас пример так называемого человеческого равнодушия. Вот недавно на один из пунктов приемов черного металла принесли вот этот сундук. Это не совсем сундук, это так называемая полковая касса. Да, вот знатоки этого дела сказали примерно вот с такими сундуками наши казаки ходили на Париж. Эта вещь имеет ряд других названий. Антикварный сейф, корабельный сундук, казна или ларец. 19 век. Со слов Саши, сундук был в ужасном состоянии. Его отбивали, потрошили, но реставраторы сделали невозможное. Уникальный человек с огромной любовью к истории. И она продолжает жить и в современных вещах. К собиранию экспонатов уже подключился весь офис. Здесь огромная коллекция головных уборов со всего мира. И дорогая сердцу Саши вещь тоже имеется. Белая кепи очень близкого друга. Тут есть его фотография. Вот он приехал, отдал шапку, отслужил Франции. Наталья Забнина, Вячеслав Паршиков. Владимир сегодня.